Если вы хотите быть в курсе событий, происходящих в Одессе и в Украине, то вы смотрите нужное видео и нужный канал. Первая тревожная информация стала поступать поздним вечером 13 июня. Есть фиксация пусков, дронов Камикадзе, вектор полета южные регионы Украины. Ударных беспилотников много, до 10 групп. 23 часа 15 минут. Поступает новая тревожная информация. Зафиксированы взлеты 5 бортов Ту-95МС Сеодрома Оленя, вектор полета, пусковые рубежи. Если вылет боевой, то пуски ракет ожидаются в 2 часа 30 минут, в 3 часа 30 минут. А ракеты в воздушном пространстве Украины будут в 3 часа 30 минут, в 4 часа 30 минут. В это же время поступает параллельная информация, что первые группы дронов Камикадзе подлетают к Днепру и к Николаеву. 0 часов 20 минут, 14 июня. Поступает информация, от которой становится не по себе. Внимание! В районе Тамбова есть фиксация взлета 4 Ту-22М3, реактор полета к акватории Черного моря. С бортов Ту-22М3 обычно запускают ракеты Х-22 или Х-32, у которых боевая часть весит около тонна. И наше ПВО говорит честно, что мы эти ракеты не сбиваем. 0 часов 30 минут поступает информация, что Ту-22М3 подлетает к пусковым рубежам в районе Севастополя. И через 5 минут у нас звучит воздушная тревога. Затем поступает следующее сообщение. Убедительная просьба Одесскую, Николаевскую и Херсонской области среагировать на тревоги и перейти в безопасные места. Есть минут 15-20. Через 20 минут поступает информация, что первый Ту-22М3 сделал маневр пуска ракет. Затем все борты Ту-22М3 находятся в районе пуска ракет. Это учебные стрельбы, выхода ракет не фиксируют. Затем информация такая. Все борты Ту-22М3 покидают зоны пуска ракет. Вектор полета – аэродромы боевого базирования. По ударным беспилотникам информация такая. Несколько групп летят в сторону Венецкой области. А Ту-95МС так и летят в зоны пуска ракет. В начало второго ночи поступает оповещение отбой воздушной тревоги. Так что можно спокойно поспать час-два. И потом, видимо, будет продолжение тревожной и опасной ночи. Я постараюсь внимательно следить за этой ситуацией. И в случае поступления новой информации будет выпущен ролик, конечно, по возможности. Вот такие новости у нас в Одессе и в Украине. Моим дорогим соотечественникам и землякам. Мирного неба. Всего самого наилучшего. Берегите себя, дорогие мои. И даст Бог. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok